Крах мультикультурализма привёл к тому, что неприятие и страх часто трансформируются в ненависть. Бедность, разгул криминала, благодатная почва для радикальных идей, которыми пичкают мигрантов проповедники-фундаменталисты. Уровень террористической угрозы только растёт. Тему продолжит наш Сапкор в Лондоне. Александр Хабаров. Спецподразделение французской полиции отрабатывает схему ликвидации вооружённого террориста. Два с половиной года назад эти навыки пригодились при уничтожении так называемого «тулузского стрелка». 24-летнего исламиста Мохаммеда Мира, который убил троих французских военнослужащих, а затем расстрелял учеников и раввина в еврейской школе. У антитеррористических подразделений в Европе сейчас работы много как никогда. Несколько месяцев назад в Брюсселе в еврейском музее открыл огонь ещё один француз – исламист Мигдини Мош. И всё это после таких масштабных трагедий, как взрывы бомб на вокзале в Мадриде, где в 2004 году погиб 191 человек. Или теракт 2005 года в Лондоне, где смертники-исламисты взорвали три поезда в метро и автобус. С терроризмом теперь столкнулись даже в далёкой и, казалось бы, спокойной Австралии. Месяц назад там при штурме погибли двое заложников. Полной неожиданностью в октябре стал теракт в столице Канады. Радикальный исламист Мишель Зихафф-Бибо сначала застрелил солдата почётного караула у военного мемориала, а затем, убив полицейского, прорвался в парламент, где его в итоге и уничтожили. Подобные атаки опасаются сейчас в Великобритании. В конце декабря местные спецслужбы перехватили информацию, что террористы планируют напасть на Королевскую гвардию. Тут же был отменён караул у Сен-Джеймского дворца. Гвардейцев спрятали во внутренний дворик. На виду в Лондоне остались лишь конные стражники. Их охраняют вооружённые полицейские. Начальник британской контрразведки заявляет, что свежие теракты во Франции – это только начало. Дальше может быть хуже. Нам по-прежнему угрожают ещё более сложные и амбициозные заговоры со стороны Аль-Каиды и их последователей. Им нужно максимальное количество жертв. Возможны нападения на транспорте и в других местах скопления людей, например, вокруг достопримечательностей. Спецслужбы видят основную угрозу в тех, кто воевал на Ближнем Востоке и теперь возвращается в Европу. У таких людей британское правительство, как и во многих других странах, намерено по первому подозрению отбирать паспорта. Но самое дикое преступление последних лет – убийство на лондонской улице рядового Лиригби совершили исламисты, которые не были ни в каких лагерях. Так что забаррикадироваться дома уже не получится. Британская документалиста Стэйси Дули сняла фильм о своем возвращении в родной город Лутон в получасе езды от Лондона. Теперь там другие люди, которые учат ее, как себя вести и в чем ей ходить по улице. Английские националисты, впрочем, не остаются в долгу. Они приезжают в нашу страну, чтобы прививать нам свои взгляды и устанавливать здесь свои законы. Но британцы этого не допустят. У них же это какое-то дьявольское учение. Они легко отрубают конечности своим врагам, не терпят никакой критики. Ненависть одних порождает ответную ненависть. Экстремистам это только и нужно. Один из местных заводил, радикальный проповедник Анжем Чудари. Несколько из его последователей уже осуждены за подготовку терактов. Один недавно прислал из Сирии свою фотографию с оружием. Как вы можете объяснить, почему ваш ближайший соратник вдруг оказался там? А что в этом такого? Многие из моих друзей с удовольствием поехали бы в исламское государство и повезли бы туда своих детей. Сегодня это лучшее место на земле. Там действуют законы шариата. По территории оно уже больше Англии. И все больше людей присоединяются к ним, чтобы воевать. Я не думаю, что Великобритания вместе с Америкой способны остановить этого гиганта. Я уверен, что скоро это распространится на весь Ближний Восток, потом на Европу и даже дойдет до Китая. За последние 15 лет в благополучной внешней Европе сформировалось целое поколение молодых исламистов, которые знают, что такое джихад. За всеми уследить практически невозможно. Согласно последней переписи населения, в Великобритании проживает почти 2 миллиона 800 тысяч мусульман. Это чуть меньше 5% населения. Но именно с этой частью общества у британских властей сегодня самые непростые отношения. Лидеры мусульманских общин вроде бы сотрудничают с властями, но ощущение, что все больше на словах. Мусульмане в Великобритании, как и во всем мире, почти единодушно считают, что причина, по которой люди отправляются воевать за ислам, заключается в том, что Запад ведет неправильную политику в отношении мусульманских стран. И вряд ли вы найдете того, кто думает по-другому. Проблема разрастается, но ее четкого, системного решения пока никто не предложил. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Великобритания.